Меня зовут Кирилл Руденко, я работник пресс-центра Донецкой Народной Республики. Но работник я совсем недавно этой службы. Почему? Потому что до начала всех этих революционных событий у меня была абсолютно не связанная с прессой профессия. Почему вы занимаетесь? Я был системным администратором на оптовом аптечном складе. Ну, как бы, интересоваться политикой и, в общем-то, около... В политике именно региона я где-то уже три года. Ну, а вот эти вот события не могут оставить равнодушными, в общем-то, практически никого, но так как я был достаточно близок, поэтому я с самых первых дней, в общем-то, в этом движении. Скажите, с какого момента существует пресс-центр? Вот здесь, в здании областного администрации? С какого момента... Ну, то есть, 7 апреля мы заняли и уже не отдавали здание областной администрации, и где-то вот на второй или третий день в общем-то, появились первые люди, которые начали заниматься этим вопросом. Ну, конечно, пресс-центр его можно называть с натяжкой. Конечно, хорошо бы его перевести на некие профессиональные рельсы, то есть приглашать людей. Но вы поймите правильно, что здесь никому никто ничего не платит. То есть, профессиональные журналисты, они, в общем-то, работают за деньги. А здесь люди исключительно за идеи. Более того, в общем-то, сама по себе идея – это хорошо, но есть еще революционная ситуация и, в общем-то, очень сложные условия для работы. Надо сказать, что в первые 3-4 недели они были просто ужасными. Поэтому не все выдерживали, очень многие приходили, просто уходили, очень многим просто не находилось места, потому что, как бы, у них был и уровень, в общем-то, профессиональный достаточно высокий. Но в тех условиях им невозможно было найти применение. Поэтому, в общем, вот такая вот ситуация. А когда начались боевые действия, то тут вообще очень сложно. То есть остался только тот костяк, который вот с самого начала. Остальные люди, в общем-то, ну, во-первых, боятся, откровенно, вот скажем, да. Во-вторых, отсутствие финансирования, конечно, очень сильно влияет на вот этот процесс. Скажите, на данный момент, есть журналисты, вот в частности, например, из Германии, которым вы дали, нет, которые получили вот здесь аккредитацию в вашем пресс-центре, освещаются? Ну, официальные, смотрите, были у нас журналисты из Германии, большое, очень много видео снимала, не знаю, Deutsche Welle, есть такая вот компания большая в Германии. Я вот лично с ними ходил, очень много снимали мы внутри, вот. Но еще, наверное, сколько месяца, ну, месяц назад это было. После этого я с Deutsche Welle не видел. Но в целом журналистов уже аккредитовано больше тысячи. То есть различных групп журналистов там, со всего мира, там, огромное количество журналистов. Вот. Как они освещают, мы не знаем. То есть отследить это, во-первых, невозможно. Во-вторых, некоторые приезжают, уезжают. Вот. И вот интересный такой момент. Сейчас журналистов в Донецке осталось не так много. Вот именно вот сегодня, да. Во-первых, сегодня воскресенье, выходной день, вот кажется, все так спокойно. На самом деле, все крайне неспокойно. Потому что концентрация вражеских войск на территории Донецкой Народной Республики крайне высокая. Вот. В том числе и в Донецке. Они все концентрируются в районе аэропорта. Количество, ну, сколько, чтобы не соврать, ну, полторы тысячи, наверное, человек там есть. Вот. Это очень много. То есть это сопоставимые цифры, в общем-то, с нашим ополчением. Соответственно, в случае вооруженного противостояния, ну, будет много жертв. Скажите, а какие журналисты вот находятся на территории Краматорска, Славянска? Очень хорошо освещают события в основном российские журналисты. Много. И, в общем-то, к ним у нас достаточно лояльные отношения. Самые смелые – это Life News. Вот. Те лезут, в буквальном смысле, под пули. Вот. Потом очень хороший журналист Леонид с Пятого канала Питерского. Тоже, то есть выскакивает куда угодно. Потом вот журналистка тут Маша есть там с РЕН-ТВ. Тоже обезбашенная на всю голову. То есть под пули лезут, не боятся. Ну, честно говоря, это опасно. Но вы им предоставляете какую-то защиту, протектора? Нет. Почему тогда не лезут под пули немецкие журналисты? Ну, к ним вопрос. Ну, как? Они так же, вот смотрите, вот в понедельник, когда были самые кровавые события в Донецке, очень много было иностранных журналистов. Ну, когда начали, в общем-то, стрелять, многие поуезжали. Ну, просто получить шальную пуль очень легко. Вот. Кроме того, может, знаете, есть такое проамериканское, наверное, издание, Vice News. Или, ну, что-то в этом роде, да, этом. Вот. Они там снимают тоже ролики, подают их очень интересно. Вот. Там тоже очень смелый какой-то журналист, американец. Его наши ребята там пытались, когда стрелял снайпер, он там в бронежилет, там каска у него, там ТВ написано. И идет там под пули. Его давай там на землю, чтобы его... Потому что, ну, в общем-то, стреляли метко и, в общем-то, многим досталось. Сколько вообще человек погибло вот в районе аэропорта, когда был стрих? Ну, смотрите. Во-первых, сейчас цифр точных нет, даже сейчас, вот неделя прошла. Потому что, во-первых, аэропорт оцеплен. Во-вторых, ряд областей, ну, на подходе обстреливаются снайперами. Вот. Там невозможно даже убрать трупы. Вот. Скорые не могли подъехать. Да, в целом, около сотни. То есть, там и мирные, и ополченцы. То есть, около сотни человек погибло. Сколько с той стороны, мы не знаем. Скажите, ополченцы это кто? Это все жители Донецка или Украины, или есть наемники? Наемников нет. Здесь денег никто не платит. Ополченцы это те, кто приехали и встали в ряды защитников Донецкой Народной Республики. Вот. В основном, это люди со всей области. И приезжие с других регионов, в том числе с Россией. Там, я знаю, есть поляки, есть сербы. То есть, и такие есть группы. То есть, это люди, которые сами заявили желание бороться за идею Донецкой Народной Республики? Не столько за идею, сколько против фашистующего Киева. Донецкой Народной Республики, она вообще не появилась бы, если бы Киев так агрессивно не вел свою политику.